А мы переходим к первому сюжету сегодняшнего вечера. 8 февраля на сцене Малого Драматического Театра состоялась премьера нового спектакля Льва Абрамовича Додина «Враг народа». Пьеса, написанная Генрихом Ипсоном в 1882 году, оказалась актуальной сегодня, в 2013. Почему, знает Катерина Павлюченко. В Малом Драматическом Театре премьера спектакль «Враг народа». Это не самая популярная пьеса норвежского драматурга Генриха Ипсона. Обычно ставят Нору, Геду Габблер, Привидения. Однако Лев Додин со свойственным его успокойствием решил поговорить на очень актуальную тему. Как долго человек способен в одиночестве придержаться против мнения большинства. Даже если на его стороне безусловная правда. Эту постановку Додин посвятил 150-летию Константина Сергеевича Станиславского. Дело в том, что главная роль в пьесе доктора Штокмана, или Стокмана, как в спектакле МДТ, была его любимой ролью. Он сам поставил пьесу в 1900 году на сцене Московского художественного театра и с огромным успехом в ней играл. Как сто с лишним лет назад, так и сегодня Россия нуждается в героях, которые способны ничего не боясь говорить правду. Ведь это ты тогда настоял, чтобы издание водоречебницы и водопровод были сооружены там, где они находятся. И вот этот-то, этот твой приклятый промах не дает тебе признать истины. Пьеса в свое время вызывала огромные споры, противоречия, вызывала подталкивания, в том числе, я скажу, той же самой норвежской общественности, которая ведла в этом оскорбление себя. Ипсон вообще был таким, всю жизнь был таким нарушителем общественного спокойствия. И в силу этого, может быть, я стал великим и великим сам по себе, и великим прародителем новой драмы 20 века. Сюжет пьесы развивается в небольшом городе, живущем за счет своих целебных вод. Однажды доктор Стокман обнаруживает в этих водах загрязнение, о чем сообщает в первую очередь своему родному брату, который является главой этого города. Вопреки здравому смыслу, сюжет развивается трагически. Нам нужно. Это молодец. Отказывает нам от квартиры. Не смеет поступить чем иначе. Ему очень жаль, но не смеет идти против своих сограждан, против общественного мнения. Он человек зависимый. Он не смеет. Закрытие вод, хотя все признают его необходимость, все же не представляется возможным. Город не может допустить оттока денежных средств, даже несмотря на серьезное отравление. В количественном соотношении отравившихся меньше, чем не отравившихся. Ипсон сталкивает не просто два мировоззрения, он сталкивает двух родных братьев, у каждого из которых оказывается своя правда. С человеческой точки зрения, конечно, наверное, оправдать мэра. Логически. Наступиться. Почему? Потому что он думает, что это жестко, но это действительно сейчас лишается, если по сюжету просмотреть, сейчас огромное количество народу лишается средств к существованию. То есть это опять бросок назад. Безкомпромиссность ведь все время вызывает некоторое отторжение. Это вроде бы нормально. Наступает момент, когда нужно решать, да или нет. И тут начинается отторжение. Даже у совершенно хороших, вроде бы, людей, которые окружают тебя. Даже у родных. В графичном черно-белом пространстве Лев Додин ставит не спектакль, а манифест о том, что индивидуальности всегда сложно с окружающим миром. Но это частный случай. А если говорить общее, человеку всегда проще и легче плыть по течению, отвернуться от правды и делать вид, что ее нет. Совершать поступки у дел сильных, а их, как показывает жизнь, не так много. Катерина Поблюченко, Алексей Титов, Алексей Шувалов, Мария Афанасьева, Андрей Скрипачев и Вячеслав Архипов. Арт.ТВ